В свои 95 Владимир Миронович Романенков бодр и весел. Он с нетерпением ждал гостей и красноречивее любых слов об этом говорила его широкая улыбка. Человек, юность которого пришлась на военное время, не потерял оптимизма. И сегодня ему особенно приятно, что о нем помнят, его ценят. Ведь как и в годы службы для Владимира Мироновича День Победы, День Ракетных Войск и Артиллерии, День Защитника Отечества – самые почитаемые праздники в жизни. Медаль за боевые заслуги – это за то, что я прослужил 25 лет в армии. Медаль. Ну, остальные, знаете, за разные подвиги, понимаете. То, значит, война, то, значит, какая-то другая победа Советского Союза, Советский Союз же был, когда мы воевали. Да, Владимир Миронович – настоящий пример верного служения делу и мужества. Потому и беседа с этим человеком получилась доброй и очень семейной. Ведь он, как и многие ветераны, не привык жаловаться. 95 – жизнь только начинается. С улыбкой отмечал юбиляр. Хочется отметить, что в свои 95 лет Владимир Миронович настолько позитивный, добрый, молод душой человек, который, вот, знаете, к нему приезжаешь и заряжаешься таким позитивом, такой энергией, такой человечеще с большой буквы. Вот хочется пожелать ему долгих лет жизни, здоровья крепкого, бодрости, оптимизма, чтобы он нас не один год еще учил, наше поколение и подрастающее поколение, именно мужеству и стойкости и оптимизму. Встреча с Владимиром Мироновичем для современного поколения военнослужащих – ценность. Ведь пример героя Великой Отечественной никогда не потеряет своего особого значения и будет образцом для многих будущих династий тех, кто решит стать защитником Отечества. Встреча с Владимиром Мироновичем для современного поколения военнослужащих – ценность.